Хорошо, тогда начнем. Меня зовут Лиза. Я занимаюсь проектами. Оба они так или иначе связаны со знаниями, потому что это то, что мне… Я очень не люблю учиться, в принципе, но мне интересна структура знаний и вообще, что это такое за феномен. И один проект, который называется Channel Kit, это инструмент для создания визуальных баз знаний. Другой проект, о котором я сейчас буду рассказывать, это The Question. Сервис вопросов и ответов. Давайте начнем. Кликер. Сейчас я немножко привыкну к микрофону и к тому, куда надо смотреть. Сервис вопросов и ответов. Я думаю, что так или иначе понятно, что это такое. Люди задают вопросы, отвечают… на них отвечают так или иначе. Чем мы отличаемся от Cora, который все знают? Я думаю, что… Ну, очень надеюсь, что вы поймете в конце моего выступления. А чем это отличается от ответа в Mail.ru, например? Это тем, что на вопрос на твой отвечает не какой-то хрен с горы, а люди, по крайней мере, с какой-то привязкой к своим социальным аккаунтам и реальным именем. В лучшем случае это эксперты, которые, ну, очевидно, разбираются в своей теме и узнаются читателями. Ну вот, например, вопрос про дизайн образования. Приходит, отвечает Леша Быстров, который дизайн-директор Look at Media. Или про вопрос про либералов и что будет, если они придут снова к власти, отвечает Андрей Мавчан, который, ну, очевидно, там набирает большое количество лайков. Все знают, что это за человек. И насколько подробный вынучил он может про либералов ответить. И про их, ну, про оппозицию, про отношение либералов к демократам и все прочее. Я хочу, правда, очень рассказать про проект, на который можно посмотреть с нескольких углов и по ним по всем пройтись, чтобы вам было немножко понятней и, возможно, интересней. Как любой стартап, а мы так или иначе им являемся, проект — это команда. Мы друг друга практически не видим, мы все работаем удаленно в разных частях света. Там часть сидит в Москве, наверное, больше всего народу. Основной основатель сидит в Лондоне, я в Питере, еще один редактор в Питере. Есть еще люди с Сан-Франциской на Бали. И все общение в слэке происходит, чем мы, в принципе, вполне довольны. Когда мы видим себя живьем, мы не всегда друг друга узнаем. Очень смешно. Если грубо поделить, то можно сказать, что у нас команда делится на три части, на редакцию, дизайн и разработку. Это, конечно, дурацкое деление, потому что, по сути, работу мы делаем одну, и все вот так или иначе замешано. Одно без другого не может быть. Что? Все нормально? Хорошо. На текущий момент в редакции есть четыре человека. По сути, это все люди, это редакторы. Есть еще набор нештатных журналистов, которые работают с экспертами, их достают и получают те ответы и публикуют, которые наиболее сложно достать. Например, от иностранных экспертов они просто не будут на русский такой, с чем приходить и писать что-то. У нас два дизайнера, один фоторедактор, который, в общем, большую часть работы делает. То, что нас многом отличает. И разработка это один серверный программист, один фронтенчик, человек один на обе мобильные платформы. И один еще есть хакер, который как раз в Сан-Франциско сидит, который, он смешно занимается ВКонтакте и иногда делает такие уж полезные мелкие хаки, о которых серверный программист не знает. Он бы их не одобрил. Интересно в команде то, что люди там все с медийным прошлым, не все, а в основном, не считая разработки, естественно, и дизайн. Это редакторы, которые работали в медиапроектах, и о работе, вообще как строится работа в IT, они мало чего знают. И это, с одной стороны, как вы можете понять, довольно много сложностей вызывает. С другой стороны, есть ряд преимуществ неоспоримых, про которых, собственно, весь мой рассказ, наверное, сегодня будет. Одно из них — это, во-первых, толстая записная книжка, потому что у каждого хорошего журналиста всегда есть набор большой людей и какая-то толстая кишка, чтобы найти любого человека, который тебе нужно, добиться от него того, что тебе нужно. А второй, как минимум, бонус — это возможность связи вообще во всей медийной среде и возможность со всеми договориться и вызвать какой-то интерес. И несмотря на то, что мы запустились в середине марта, мы уже успели сделать штук 10 довольно больших спецпроектов. В том числе делаем с Дождем, с Снобом, с Музеоном делали, с Республикой, с Йотофоном даже делали. Это довольно важно, потому что если вы просто какой-то SaaS-сервис, то вы понимаете, какая разница между публикациями в каких-нибудь технологических изданиях, где читают в основном про вас ваши коллеги, а не потенциальные пользователи. И вот с такими штуками, которые видят все, кто что-то читает. Собственно, сам продукт, как продукт. Что это такое? Когда Тоня, основной основатель и журналист изначально, со мной связалась, это был конец августа прошлого, она говорит, вот, давай делать русскую квору, ду-ду-ду. Мы просто сели долго рисовать схемы, что это такое, как это все должно работать. Стало понятно, что, по сути, это вывод вопросов и ответов. Но, с другой стороны, это огромный механизм внутренний для того, чтобы вопросы можно было обрабатывать, отдавать их журналистам. Журналисты должны были связываться с экспертом, дальше публиковать ответы от этих экспертов, либо от лица эксперта, либо приглашать их сделать это самим. И мы просто поняли, что это здоровая система, которую надо не меньше полугода разрабатывать. Поэтому мы, понимая, что надо начинать с чего-то небольшого, сделали просто такой простой интерфейс для отправки вопросов. Важно, что он был мобильный, потому что в основном все через смс отправлялось знакомым тоже, в основном каким-то журналистам или экспертам, просто чтобы вообще проверить интересы, насколько люди способны задавать вопросы, которые имеют какой-то информационный потенциал, на который можно ответить так, что это будет классно читать. И, в общем, буквально за первые дни набрали 100 очень классных вопросов, и стало понятно, что, в принципе, это все не безнадежно. Дальше начали думать уже, в принципе, с медийной точки зрения, как это может выглядеть, и, ну, по сути, рисовали морду медийного сайта. Причем мы еще мучились с названием. Хотели… DataQuestion это был самый рабочий вариант, такой самый черновой, и в итоге он остался, потому что ничего лучше не придумали. И вот пока мы думали, как это все должно выводиться, как там, наверное, должны быть подборки по темам, еще что-то, появился квадратный формат карточек, которые мы решили, поскольку он уже есть, это такой ассет продуктовый, мы решили попробовать, как вообще он работает в социальной сети. И сделали такие шаблоны, стали их… сделали группы, понятно, в Фейсбуке и ВКонтакте, стали их фигачить туда и поняли, что они довольно лихо расходятся, и вообще это очень классный формат. И по-хорошему, это вообще очень правильная вещь, когда ты упаковываешь контент в суперкомпактный вид, он сам в себе, пользователю не нужно никуда ходить, и оно просто распространяется в своей целостности, то есть не ссылкой, а вот так, как его сверстали, так он есть. Но понятно, что это не очень масштабированная штука, и у нас немножко вообще другие задачи стояли, и желания были другие. Поэтому мы все равно продолжали, естественно, думать про платформу. Одновременно делали еще лендинги, чтобы, во-первых, собирать больше вопросов, во-вторых, показывать, что уже есть, а в-третьих, собирать имейлы, чтобы под запуск уже сообщить по большему количеству людей о том, что мы есть. В новом году уже появился нормальный у нас технический директор, и довольно быстро мы нарисовали вот эту первую версию сайта. И приложение тоже надо временно сделать, я не буду про него говорить, потому что… Ну оно работает, с ним все в порядке, у нас просто на месяц оно выпало, потому что нас на ревью Apple задержал, и там пока ничего интересного не происходит. Он-то, в принципе, копия сайта, просто чуть более удобная. Чем отличалась эта версия от всего того, что уже было? Что это не только лента, по сути, а наконец-то появилась возможность отвечать уже на вопросы, что было крайне важно. То есть мы могли уже эксперта просто отправлять на сайт, чтобы он делал это сам. Ну и пользователи, соответственно, тоже смогли это делать. И тут начались всякие приятные проблемы, которые характерны для любого IGC-проекта. Это вымышленные имена, идиотские подписи под этими именами, ответы, которые неинтересны и ничего все не содержат, копипейст из интернета какого-то, и графоманы, которые почему-то статистически чаще всего оказывались маркетологами. Не знаю, почему так и было. И стало понятно, что на самом деле это классично, это еще и некоторые модели общества, которые нам нужно построить, и понять, как построить взаимодействие людей друг с другом, чтобы получать то, что нам нужно. То есть наша задача построить правильную платформу для эффективного обмена знаниями между людьми, между адекватными людьми, которые хотят что-то понять, и адекватными людьми, которые могут внятно ответить на те вопросы, в которых они разбираются. И мы сели писать правила, до сих пор пишем, на самом деле они все меняются, но вот есть некоторые конституции, которые регулируют с одной стороны мотивацию людей, зачем вообще в этом участвовать, зачем спрашивать, зачем отвечать, и как когда-то должен получить свой ответ, условно говоря. А с другой стороны, и это на текущий момент важнее, по крайней мере на тот момент был важнее, сейчас уже мотивация нас больше интересует, как поддержать качество контента, потому что, конечно, всякий трэш начал всплывать. Мы долго мучились, например, с ненастоящими именами и до конца эту проблему не решили, но, в общем, значительно улучшили ситуацию просто за счет формулировки. Мы меняли ее раз, мне кажется, 16, чтобы объяснить человеку, что нам нужно. Потому что на самом деле, когда нужно запомнить это поле, что пишется по твоим именям, очень сложно объяснить, что это, потому что это не профессия чаще всего, и это иногда контекстно вопросу, на который ты отвечаешь, иногда неконтекстно. Иногда это относится к твоей личной жизни, иногда к профессиональной, иногда к интересам, иногда просто к должности твоей. И в итоге остановились на этом, пока работает. Люди врубаются, о чем речь. Дальше, что мы сделали, это ограничили минимальную длину ответа. Это такой антитвиттер. Ты не можешь написать вопрос, который, не можешь написать ответ, который короче 140 символов. Тут, в принципе, есть определенные недостатки. Я, например, у нас есть тема The Question, где пишут вопросы про The Question непосредственно. И я, например, не могу просто на большую часть вопросов отвечать, потому что там пишут, будет ли на The Question, будут ли наточены комментарии. И я не могу написать ответ на 140 символов. Это как бы первые вопросы такие я отвечала, а сейчас я уже просто понимаю, что я буду писать ту же самую муть, просто чтобы удовлетворить с требованием, чтобы такая же была длина. Есть люди, которые, понятно, лихо это обходят, но на них мы нашли другую управу, и просто скрываем вопросы, которые получают больше пяти минусов. С плагиатами и перепечатками мы другим способом боремся. Просто вот наш сан-франциский хакер Дима Хануков сделал такое небольшое приложение, которое учит слагбота лезть в Яндекс и проверять на совпадение ответа и сообщать об этом. У нас есть канал Abuse, и там всякая собирается дрень. И еще один большой момент, который мы сейчас постепенно начинаем исправлять, это темы. Они у нас существуют сейчас скорее как навигационный инструмент, не идеально тоже работающий, надо сказать. Но постепенно мы хотим, вот сейчас мы уже начинаем считать экспертизу каждого пользователя в каждой теме для того, чтобы с одной стороны подсовывать каждому эксперту то, на что он может ответить, а с другой стороны, чтобы увеличивать его, мотивировать его набирать очки в каждой теме и показывать, насколько он в каждой теме разбирается. И тут мы подходим уже к тому, чем мне кажется самым интересным во всей этой истории, про использование экспертов в сервисе. Речь о том, что такое вообще на самом деле The Question, потому что с одной стороны это сервис вопросов для ответов, а на самом деле сейчас это скорее медиа, читалка с интересным контентом, которое в нашем представлении должно максимально оптимизировать все редакторские издержки. То есть мы не сервис, а мы скорее такое странное медиа, дикое, которое постепенно хочет избавляться от всех своих сотрудников и заставлять работать пользователи на себя. То есть в идеальном состоянии The Question — это такая CMS с гигантским штатом редакторов, которые работают бесплатно на свой интерес, по сути на себя. Наша задача — это построить просто эффективную систему самообслуживания для них. И вот, например, мы с конца октября до фактически марта вручную верстали вот эти вот карточки. Сейчас эти карточки генерятся сами, сами распространяются по сети, и, соответственно, мы избавились от двух сотрудников, как минимум. Избавились от дизайнера и корректора. Потому что раньше, когда у нас вот эти были квадратные карточки, это вообще происходило все в Trello. У нас из ленты, которая все-таки была, то есть ленты, куда пустились вопросы от пользователей, лучшие вопросы за сутки капали в Trello. Из этой колонки в Trello редактор разбирал какие-то вопросы, которые он считает наиболее релевантными текущему дню, раздавал их журналистам. Журналисты искали эксперта, и эксперты получали от них ответ. Дальше это уходило редактору, дальше это уходило фоторедактору, потом теперь осталось, потом публиковалось. Соответственно, сейчас мы, ну, как минимум, от двух ступеней избавились от двух шагов в этой истории. Другой кейс, который тоже про оптимизацию, это как раз про Медузу, про которую только что рассказывали. И нас. Вот пару дней назад буквально вышло два очень похожих материала про фонтинайзи, в теме. И у Медузы что? У них есть специальный корреспондент, который дозванивается до всех, кто ему интересен, ищет цифры, составляет текст, все это отдает редактору. Ну, видимо, я так условно представляю, как это в Медузе работает, но так или иначе, это людская работа. А у нас, мы, по сути, просто отправили одну ссылку одному человеку, который всем своим знакомым, привязанным к фонду, отправил просто тоже эти ссылки. И все люди, которые имели отношение к фонду династии, они просто могли по этой ссылке перейти, ответить на вопрос, и таким образом мы собрали 20 ответов от Аси Казанцевой, Игельфанда и прочих, связанных с фондом, очень классных, от первого лица, и получили, я не верю, честно говоря, этим цифрам, но у нас тут количество шаров значительно больше, чем у Медузы. Думаю, что там, честно говоря, что-то слетело, потому что у Медузы все-таки значительно больше сейчас читательская база, но тем не менее, получается, что мы вообще вот этот процесс создания материала довольно крутого и значимого просто аутсорсим. И получается, что пользователи, несмотря на то, что мы медиа, и понятно, что работаем в первую очередь для читателей, мы должны конвертировать в активные пользователи не только их, но еще и экспертов, с которыми работают, собственно, на работу с которыми ориентированы силы редакции в большей степени сейчас, потому что они на самом деле и читатели тоже активные, и это самое, это то, что позволяет сервису развиваться как качественные медиа и знания. Вроде как все. Спасибо за презентацию. Я достаточно часто сам читаю ваш ресурс. Мои мои знакомые на нем даже отвечают. Я это странно очень хоро, но он очень классный. И я заметил за собой, что часто такие темы, на которые я нашел хорошие ответы, я потом иду к ним и другие сервисы, чтобы больше знаний получить об этой области. Типа в Юкипеде или в Юкипеде, или в Юкипеде, или в Кульсере, еще какие-то учебные с присутствием. Как вы думаете, сможете когда-нибудь поток обороны сервис как ваш перенести просто вопрос-ответ по какой-то основательной образовательной поэй? Потому что направление, которое вы назовете, оно очень на это удобное. Спасибо. Думаю, что скорее нет, потому что образование, оно подразумевает некоторую глубину и погруженность и сильную степень мотивации для человека действительно гружится. Мне кажется, что наша задача скорее как раз этот предмет обозначить и показать какие-то направления, на которые можно смотреть и что на каждой точке зрения есть свой взгляд и свои какие-то акценты. Я думаю, что больше ему стремиться, нам даже нет смысла, потому что это просто отдельная совершенно задача. Возможно, какие-то отдельные проекты будут быть, например, сейчас в Лизион будут просто отдельные лекции на определенные темы с нашими экспертами. Вот это да. Но с другой стороны, мы сейчас все перерисовываем, конечно же, полностью. Я думаю, что это не так, как сразу говорится, но постепенно будет. И у вас, например, в ответе сейчас появятся ссылки на дополнительные из реала, которые будут лучше отображаться, лучше выглядеть. Ну, это по-богатому, что мы парсятся с текстом наша ссылка, и просто обрагадабы глупая. Это будет как просто приятная сносочка, которая, я думаю, что еще в том, добавляет эти пути и направления, которая может идти дальше после прошлого материала. Скажи, пожалуйста, вы, по-моему, в начале у вас в пути партнерились уже, после Анастажера. Или они сами нас вышли или вы партнерились. Насколько помогло вам в развитии? И почему вы, кстати, перестали? Мне кажется, там была просто такая-то статья. Ну, там, серия. Я, честно говоря, даже этого не помню. Мне не казалось, что вы просто что-то там там нас писали и все. Ну, значит, не выгорело. Просто, наверное, это не очень было нужно. Ну, как со всеми партнерствами, это все может окнуться просто на каких-то оперативных вещах. То есть, например, там все с YotaFone, у них, ну, это, в принципе, классное партнерство, потому что мы, по сути, встраиваем в YotaFone свой виджет, который человек может забрать, и у него там с вот этим черненьким экраном он будет вопрос, он может сразу перейти на ответ, на цветной уже, на наш сайт. Но там просто, например, у них очень странно сделано. То есть, по сути, нам нужно вот эти все какое-то количество вопросов-ответств, как в сайте ученую, причем они могут разной длины, и не нужно просто дать ПНТ. И понятно, что мы не можем это делать постоянно. Мы сделали какую-то пилотную штуку, но дальше это просто полезно. А автонизируйте, да, и просто, мы можем дать такую возможность. То есть, всегда есть какие-то тонкости, которые спотыкаются. Вот дождемся с ногой, мы уходим с ногой, мы же классно, потому что он забирает. Причем это, по сути, мы им отдали материал, который мы просто не знали, куда к нам придется. Он у нас потерялся, а с ноги он растерл. Потому что это просто форма пока не позволяет в такие делать вещи. Могу. Вообще не много. Ответов или вопросов? Ну, там 3-4. Это причем не средняя, это хорошая цифра. На самом деле, у нас даже много сейчас людей отваливается, мы пытаемся понять, почему. Тут это частично связано просто с дизайном, потому что там, например, форма раскрытая для ответа, ты просто до нее доходишь, и тебе кажется, что внизу ничего нет. Мы сейчас это меняем, потому что очевидно, это просто человек останавливает. Во-вторых, у нас просто рекомендация системы пока суперслабая. Он просто показывает все какое-то там лучшее. Сейчас она, естественно, должна уже привязываться к контексту вопроса и будет более тематически. Вот этот сценарий, когда ты действительно себя выдергиваешь, это наши активные пользователи в текущем моменте. Виталий, что вы? Какого у тебя не зарабатываете? Что? Какого у тебя не зарабатывается? Да, кто не зарабатывается? Ну, смотрите, это не единая штука, и очевидно, что у нас есть возможность рекламу зарабатывать. Но, во-первых, у нас есть возможность сделать это не напрямую, то есть это не такая, реклама идеи майнеров, как положено. По сути, это что может быть? Это, возможно, корпоративные аккаунты, когда какой-то бренд, которому это интересно, отвечает на вопросы, совершенно те вопросы, на которые он хочет отвечать. Он может, во-первых, получать эти вопросы, во-вторых, он может видеть аналитику, которая с этим может связана. То есть, по сути, продажа таких корпоративных аккаунтов, которые позволяют рекламировать за себя, но не за счет рекламы, но за счет компетенции в чем-то. А вы тракт покупаете? А подаете? Да. По-моему, пока не как деньги. Денегарь вы пока вообще не забываете. У меня куча вопросов, они так более-менее связаны, потому что, как это получается, связано с вами. Во-первых, при чем, вы не стали делать просто как-то споры, вы вышли в журнальный формат, не жалеете, я об этом сейчас. Еще со стороны кажется, что вы сразу начали делать такой космолет, начали делать приложение, веб-версию. Действительно так? Или у вас был какой-то этап проверки, вначале, какие выводы за него сделали? И какие вообще сейчас показатели, куда вы движетесь, есть ли какой-то рост? Что вас ждает? Ну, посмотрите, с флорой, как с любыми большими организационными проектами, там проблема в том, что им не очень понятно, что делать. Они говорят, мы все знаем, что мы делаем, через 10 лет, вот увидите. Мы не хотим через 10 лет, мы не хотим гигантское количество пользователей и отсутствовать понимания, что с ними делать. Поэтому мы пошли по другому пути, не сервисному, а медийному, чтобы, по сути, что? Мы, чем мы занимаемся? Мы послушиваем разговоры нескольких интересных людей и рассказываем, когда всем остальным. То есть мы просто вот этот разговор, переносим его и даем послушать всем остальным. Мне кажется, что эта модель гораздо лучше, чем просто организация этих разговоров какого-то года. Причем, космолета. Мне кажется, что я частично коснулась этого в картинках, мы проверяли вопросы, мы проверяли ответы, мы не проверяли деньги, мы не понимали, что это продается. Но суть по тому, как нам прут всякие партнеры, то с этим проблемой тоже. А реально, те хотят еще к следующему модеру монетизации, очень классная тема, мне кажется, это по сути перепродаж контакта. То есть мы бубликуем, мы его находим, есть сырой материал у нас, и он может либо имбедиться, либо просто забираться под какую-то рецензию издать. Потому что мы на самом деле значительно снижаем их издерживать. Потому что мы в бублику материала стоим денег, а у нас он достаточно слабый. Получается. Когда вы панируете проживание? Ну вот задача к концу года, нет, не концу года, к сентябру, иметь продукт, который мы хотим иметь, который нормально работает и не вызывает каких-то миллиардов вопросов. А дальше мы будем монетизации. Если мы не поставим какую-то задачу следующего продукта, который состоится еще раз. А мой вопрос про пользователей, которые задают вопросы. Вы их сейчас отслеживаете, а следует ли вы их интересы и не выбрали ли вы монетизации со стороны продажи пользователей каких-то товаров в штуг или вопросов, которые они спрашивают. Мы, естественно, их монитором сейчас срочно у нас на самом деле никакой... У нас их больше и имплата текста. Возможно. Мы, смотрите, изначально вообще идея была еще про микропродажи, по сути, если ты хочешь, что твой вопрос подвечен, то в твоих интересах его дать как можно большему количеству людей и его посмотреть. То есть его подсветить. Как, например, Хантин это делает, ты там за 500 рублей, когда думаешь, что тебе не 2 тысячи это стоит, ты подсвечиваешь свои вопросы, я это тоже сам. Это был более простой пример. И там твой вопрос виден большему количеству людей. На счет товаров и услуг не думали, что это было. Спасибо вам. Процент. Процент. Потом обсудим. Тринтеда и сделки. Что касается вообще того, как шло мы думаем про эмитизацию, на самом деле они все приходятся сами к нам. И, например, выясняется, что, знаете, иначе часть экспертов готова платить за публикацию своего ответа. Даже так. Все-таки странно представить, но такие товары бывают. И тут тоже есть куда-то подводить. Мы сейчас просто пока не сильно этим не заморачиваемся. У нас вот сейчас вроде как устаранилось собственно процесс вопросов-ответов под по У и УИКС чисто. Дальше мы будем заниматься такой более подробной системой мотивации и коммерцией, где приходит читатель, что с ним дальше происходит. И приходит эксперт, и что с ним дальше происходит. А дальше мы будем передать родим. Это последний. Старайтесь. Смешаются ли у вас в ответах хривары или смешаются ли у вас жалобы на том, что, смотрите, что-то нехорошее написано и какой-то другой выгодец нам собрали? Ну, в принципе, была, но она сегодня очень политична. У нас в принципе есть кнопка «пожаловаться». Ну, там не знаю, если вы видели макетов, я вчера делала «принскрины». Там висит, что 40 я обработала жаловку, и в принципе, там не обращаешь внимание. Вопрос, по-моему, даже не скрывается, и пока не является проблемой. Хривары какие-то есть, но они пока в общем не грубой формы предстояются, нормально. У нас, например, есть человек, я не знаю, вы знакомы с Райен, есть Российская Академия Наука, есть Райен, естественно, наук-академия. Там Академик Катвыров. Ну, просто для понимания. У нас есть человек, который там член какого-то бюро вот в этой Райен. И он пишет какое-то довольно большое количество ответов, при том, что он не маркетолог. И часть из них очень сранка, часть из них совершенно нормальная. С этим человеком, мне не всегда понятно, что делать, но там он писал, даже, какой-то очень большой ответ на вопрос, не помню, какой именно, но что там происходит, что там у вас происходит. А, вопрос, вот так можно улучшить, то ли будет этот опыт, то ли просто The Clash. И он там раздался всем, что он описал все функции, которые на самом деле на сайте уже есть. И, ну, всячески настолько гал, причем, что это совершенно, с одной стороны, подделывало, с другой стороны, совершенно не информировало. И вот им просто пришла какая-то девушка, которая сказала, единственное, что я вижу сейчас The Clash. заключается в том, что я вам пишу комментарий к вашему ответу в ответе. Потому что у нас сейчас нет формы комментариев. А все самое, все, что она написала, и это были просто ответы на каждую его претензию, что такая функция есть, как ее можно сделать. И он пожаловался, что он написал кучу ответ в его зарпании, и он просто скрепил. По-моему, тоже на это указалось, что вот этот ответ можно прочитать. И я его прочитал, и он заинтересовал, потому что он тоже никогда не рискует. Вот, поэтому, в принципе, пока серьезных проблем у нас нет. Все, Олег, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...